Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели, дорогие наши зрители. Поприветствую из города Худжанд. Сегодня 23 декабря 2019 года, уже через неделю будет Новый год, 2020 год. Хочу с вами поделиться о важности постановка цели, поскольку в этом году перед вами уже целый год ждет вас, и чтобы было полезно то, что я сейчас буду говорить сегодня, поверьте моим словам, половина ваших успехов определяется уже в начале года. Половина, это похоже, что когда фермер весной сажает и осенью собирает только то, что весной сажал. Если он среди лета только проснулся, что, ой, надо было что-то сажать, вряд ли осенью он что-то урожай достигает. Жизнь она такова, что если вы в начале года что-то определили для себя, до конца года вы это получите. Похоже, что жизнь это как фермерство. Если вдруг среди лета фермер решил, что ой, давай я буду сажать то-то, во многих вещах он уже опоздал. Поэтому я читаю, что цели, которые вы ставите в начале года, определяйте в течение года, что вы хотите достичь и так далее, это большое значение имеет, очень-очень большое значение имеет. Я вам расскажу одну из методик, которую я использую в своих компаниях. Здесь в Таджикистане дальний момент у меня 14 проекта работают. На данном этапе Таджикистана я нахожусь сейчас в Худжанди, в моем офисе. Вот так выглядит кворкинг-центры, офис само, который мы здесь создали в Худжанди. Люди приходят здесь, работают, там тренинги проходят здесь, здесь в разных кабинетах сидят, работают. В общем, каждый... Люди, которые переходят иногда по часовую бреду арендуют, занимаются, кто-то там может в целый день приходит работать и так далее. Вот сейчас я расскажу вам о нескольких целях, которые в этом году мы в самом начале года приняли решение и ставили. Хочу поделиться вам, какой методикой я использую и насколько она оказалась самым эффективным. Понимаете? Я уже долгие годы работаю. Смотрите, поэтому мы как делим? Первым делом, что мы делим? Мы распишем основные стратегические цели, те, которые в течение года мы хотим достигать. Мы обычно выбираем 10-15. А вот здесь, вы видите, их 15. Вот здесь взято. Мы берем обычно 10-15 стратегических целей для каждой компании. Но что такое стратегическая цель? Это те цели, от которых зависит судьба вашего бизнеса. Это те цели, которые от них зависит судьба, можно сказать, вашей компании. То есть это означает, например, внедрить новую технологию, внедрить полную автоматизацию, например, или открыть новый регион, или разработать новый продукт, то есть новый ассортимент, или там, скажем, что новый филиал открыть где-то и так далее. То есть партнерствоваться с кем-то, сотрудничать и так далее. То есть получается, что это те вещи, которые значительно могут изменить судьбу вашей компании. То есть за ним есть большое последствие. Большое последствие. Поэтому мы их назовем стратегической целью. Вот видите, давайте поделюсь вам только здесь, то, что я сейчас расскажу, это только проекты, которые по Таджикистане. Один из них только в Узбекистане. А у меня в данный момент 23 проекта. Они разных стран. Но холдинг, который UDI Group, United Developed Investment Group, которые, то есть находятся в Таджикистане, которые управляют эти 13 компаниями. Они были печатаны в прошлом году. В прошлом году, видите, они уже чуть-чуть, даже краска ушла. В прошлом году, в декабре, мы спечатаны были эти вещи. И я вам расскажу, как, что произошло из этих целей. Например, был фильм. У нас была цель, чтобы до конца года, чтобы снимать фильм в районе 70%. Видите, вон там написано. А мы его на 90%, может быть, на 80% все сделали. Уже массовые съемки закончились в фильме наставника. Но осталось определенной части еще. Продать 30 тысяч книг написано. Здесь, видите, то есть реализовать 30 тысяч книг. Это цели, которые мы когда-то поставили. Вот здесь. И книги мы почти достигли, может быть, чуть больше 20, по-моему, но до 30 еще не дошло, по-моему. Именно в городе Уджанды это поставлено. Вот. Это закончит дом недвижимости, которыми построили. Здесь жилой дом. Здесь, возле Мево, центральный город, возле Натаруса. Мы его закончили. Вот. Команду создавать, уйдеть, полностью упаковать компанию и так далее. Мы его сделали. Здесь у нас есть академия, которую мы открыли. Се, место, Се Алмайу, Казахстана. Мы его запустили. В Душанбе она идет, алхамдуллах, работает. Вот здесь. Видите, 50 гектаров сажат фисташков сади. Дальний момент у меня идет на данном этапе как раз саженцы едет сейчас в данный момент на дорогу. И в данный момент идет как раз эта работа. На данном этапе сейчас делим это, как называется, копаем место для того, чтобы уже деревья, когда придут, сразу сажат. Больше 50 гектаров получается. Думаю, что это где-то мы закончим до 15, до 20, наверное, января 2020 года. Но закончим. Больше 50, может быть, 55-57 гектаров. Организовать тысячи точек именно по продаже книги и так далее. Мы это, может быть, не тысяч, но 200 где-то успели сделать. Видите, какие-то цели вы успеваете делать. Какие-то из них чуть-чуть с задержками происходят. Проектировали новый дом, новые здания. Землю купили для строительства нового дома. Сейчас идет процесс проектирования. Скоро начинается. Но землю купили. Главное. То есть, а садоводство у нас другое, которое у нас находится в другом районе, Шарбате Ашт, его делать и так далее. Там мы полностью все уже готово. Там все уже 100% завершено. Там работа идет. Написано, в нашем магазине кредит-маркетов открывать 5 магазинов до конца 2019 года. На самом деле, мы открыли 7 магазинов сейчас. Сейчас 7 магазинов кредит-маркетов. Мы планируем 5, а сейчас, видите, здесь план чуть произошел даже. 7 магазинов открывали. И обороты у нас больше, ну, около, думаю, что больше 2 миллиона. Думаю, что скоро дойдут до 3 миллионов долларов. Вот. Дальше. Школа Оксфорд открыта. В связи с тем, что иногда документация с юридическими частями и так далее, и так далее, задержалась чуть-чуть. Поэтому мы не успели это запустить. Школу запустить не успели. Но я думаю, что это принести на 2020 год. Вот. Видите? А в дальний момент идет опт, то есть, проектирование ОРЦ. Мы это делим в дальний момент уже в проекте, поставщике и так далее. ОРЦ занимаемся, работаем на это направление. Идет дело, алхамдуллоу. Это огромный труд. Но мы это делим в дальний момент. Думаю, что это один из большой нашей стратегический объект. Мы на него работаем. Оптовый развлительный центр. Вот. Постарайтесь запустить 1 гектар теплицы. Мы его сделали, запустили в дальний момент. Алхамдуллоу. Очень хорошая теплица получилась. Было пара роликов. Сейчас вам могут здесь добавить. Вы можете это видеть, как это получилось. Была еще ферма, животноводство. До 300 голов коров и так далее. Мы его почти принесли. Не делали ничего. Принесли на другой год. Это тоже в связи с документацией этим тянулось и так далее. Определенные барьеры. Мы его привезли на другой год. Посмотрим, возможно, 20 лет. 21. Вот. То есть, сделать 5 франшизы книг. Мы его тоже 2 из них делали. Получается, что? Что это означает? Почему это вам показывал и рассказывал? Почему? В самом начале, в начале года определите, в самом начале, в начале года 4 шага. Пожалуйста, запомните их. Первый. Определите стратегические цели в течение года. Второе. Второе. Выберите хозяин цели. То есть, ответственное лицо, кто за эту цель отвечает. Третье. Разработайте план достижения этой цели. Четвертое. Каждый месяц корректируйте эти цели. Вот это 4 шага. Соблюдайте. Я могу уверенно сказать вам, что если вы распишите в начале года 10-12, но больше 15 не делайте, иначе вы не успеете. От 10 максимум до 15. Хорошие стратегические цели, если вы пишете в этом году. Потом под него соблюдайте. Это 4 пункта. Значит, первое. Определяем стратегические цели. Второе. Хозяин цели. Определяем, кто ответственный в этом за достижение результата. Третье. Разработаем план достижения этой цели. И четвертое. Что? Корректируем ежемесячно эту цель, чтобы четко понять, сколько процентов она реализировалась. Потому что по пути какие-то цели меняются, какие-то что остаются. Потому что время иногда меняется. Все. Что-то изменяется и так далее. И я ставил перед собой цель в этом году. Их было лично мои цели. Пять книг выпустить и так далее. Я их выпустил. Я написал книгу «Как стать миллионером в Таджикистане». И я выпустил книгу «Десят шоу как стать миллионером СНГ». И три книги по 101 вопросов, которые заслуживают ответа. Вот. Пять книг я планировал. И в этом году я их выпустил. Поэтому огромный... Я ставил перед собой цель в этом году выпустить мобильную версию. Это были мои личные цели, которые... Я от меня зависел. Мобильный выбор, модель счета. Потом была цель, чтобы выпустить играя и деньги. Вот я их все делал. Поэтому, дорогие мои, как вы ставите цель сейчас на 2020 год, это определяет 70-80% вашего успеха. Цель – это конкретизирует то, что вы хотите достигнуть. Но помните, человек достигает только те цели, которые считают для себя реальными. Поэтому поставьте измеримые реальные цели. Воздушные не надо. Слишком большой цель не ставьте. Потому что если слишком большой цель ставьте, когда вы его не достигаете, вы теряете самоуверенность. То есть самооценка падает. Поэтому ставьте реальные цели. Слишком маленькие цели тоже не надо ставить. Почему? Потому что она не мотивирует вас, не вдохновляет вас. Желаю вам успехов на Новый год, чтобы ваши мечты реализовались. Все то, что вы хотите, чтобы вы могли достичь. К вашим услугам. Помните, что у бедных людей есть желание и мечты. У богатых людей, успешных людей – цели, планы. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok